День борьбы с коррупцией, конечно, не повод праздновать, зато возможность подвести предварительные итоги работы в этом направлении. О резонансных делах и мерах по противодействию взяточничеству журналистам рассказали в областной прокуратуре. В уходящем году надзорный орган выявил порядка двух тысяч подобных преступлений. Весома их часть – нарушения при декларировании государственными и муниципальными служащими сведения о доходах. Официальные лица также должны отчитываться и о своих расходах. В настоящее время идет проверка в отношении одного из зампредов правительства. Также в поле зрения прокуратуры – глава Лежневского района. Тот факт, что прокуратура области в рамках надзорных мероприятий выявляют подобные, выявляются подобные факты, а кадровыми подразделениями органов государственной власти и муниципальными органами, не выявляются. Свидетельствует о том, что не уделяется должного внимания со стороны руководства этих органов в проверке достоверности предоставляемых сведений о доходах и расходах. Выявлены 14 случаев конфликта интересов. Это когда личная заинтересованность чиновника может повлиять на исполнение им служебных обязанностей. В результате с госслужбы были уволены 8 должностных лиц, 6 из них в связи с утратой доверия. В результате вмешательства прокуратуры области был урегулирован конфликт интересов, связанный с участием заместителя председателя правительства Ивановской области в коммерческих организациях. После внесения нашего представления это лицо вышло из состава учредителей организации и продало их третьему лицу. По представлению прокурора в этом году также была уволена в связи с утратой доверия начальник управления по делам наружной рекламы администрации города Иваново. Основанием для увольнения послужил конфликт интересов, связанный с ее участием в коммерческих организациях, также осуществляющих деятельность в сфере рекламы. Совместно с региональным управлением ФСБ был выявлен факт растраты директором авиационного предприятия «Золотое кольцо». Имущество компании на сумму более 27 миллионов рублей. А в Лежневском районе глава администрации предоставила земельный участок в собственность своей матери. Что касается самых громких дел, тут сотрудники надзорных органов говорили по персоналиям. Возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток в размере до 12 миллионов рублей. У каждого там свой размер, но максимальный был 12. В отношении заместителя председателя Ивановской областной думы Сверчкова, двух заместителей председателя правительства Ивановской области, это Кабанов и Куликов, главы городского округа Кинишма Крупина, его первого заместителя Шуршина, должностных лиц Главного управления МЧС России по Ивановской области. По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело в отношении депутата Ивановской городской думы Мамедова. В ноябре текущего года по материалам проверки, проведенной прокуратурой Ивановской области совместно с УФСБ, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 в отношении руководителя управления государственного автодорожного надзора по Ивановской области, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Цыганкова. По факту осуществления им покровительства юридического лица, поднадзорного ему и участия в его коммерческой деятельности. В чиновничьей среде будто эпидемия коррупции. Лечить, уверены в прокуратуре, необходимо. Но еще немаловажна профилактика. Афишировать имена и судебные решения – одно из верных средств. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.